Вы посмотрите, когда Соловьёв на своих суперпопулярных передачах день за днём собирает действительно умнейших людей. Ни один из них не позволяет себе задуматься и высказать какую-то мысль и своё соображение. Кроме заклинаний о любви к русским, слово-то какое-то в своей памяти, никто из них не задаётся вопросом, а что может быть дальше? А ведь дальше может быть очень драматично. Крым может оказаться пешкой, сдав которую наши противники выиграют партию. Мы под дулами и под угрозой вооружённого вторжения проводим референдум в Крыму. Переступая через Будапештка соглашение, на которое я уже ссылался, убряться оружием. Путин истошно заходится в своём, я буду дальше цитировать его встречу с рурналистами, что никто не отменял право нации на самоопределение. Что это народ волен решать, где ему жить, в каком государстве. И Крым проголосует. Референдум народу состоится. А дальше начинаете загибать пальцы на руках. А дальше Татарстан, Башкортостан, Калмутит, Тува тоже захотят на своих референдумах определиться. Сегодня, в этой удушающей, человеконенавистнической атмосфере, которая происходит в России, в этой душиловке прав и свобод, в этом беззаконии, которое сегодня творит власть, в этой нищете, которая сегодня плодит власть, каждый народ желает спастись, выжить. И ему создают прецедент, когда можно выскочить. Из-под этих Абрамович из-под тех коррупционеров, которые сегодня захватили и заполонили власть. И кто тогда может помешать? Сегодня мы проводим референдум под угрозой нашего вооруженного вторжения. А где гарантия, что завтра Тува, Карелия, а везде царит нетерпение к русской власти, так называемой, естественно, Кремле, не захотят. И тогда те же американцы по прецеденту, созданному нами, гарантируют проведение референдума в любом уголке стран. Самое страшное, это может быть не просто Калмыкия или Тува, их не каждый еще и на карте вроде бы найдет, а Сибирь и Дальний Восток. И тем более у нас есть опыт 20-х годов. Было ДМР, Дальневосточная Республика, так называемая, буферная. Было уже в истории. А вы забыли, когда идея бродила о создании Уральской Республики? И почему сегодня этого нельзя будет сделать? Кто уже запретит и остановит? Кто? Вот эти ходи просчитываются? Вот об этом кто-то думает или говорит? Тем более у меня есть печальный опыт проведения социологического опроса в Красноярске. Я выступал на оборонном заводе Планета. Огромный зал. А в это время американцы опубликовали нарезку штатов на территории Сибири и Дальнего Востока. В случае, если не возьмут, американцы всерьез обсуждали вопрос брать им под себя Сибирь или не брать? Выгодно это или не выгодно? Они учения даже проводили о защите территории Сибири от южного соседа. Это на случай китайского вторжения. Сумеют американцы защитить или нет? Я спросил Заб А вот если бы сегодня стал вопрос на референдуме согласны ли вы войти с штатом в Америку? Вот как бы вы интересно проголосовали? А вот давайте проголосуем. Вот этот лес рук отразился на моем лице. И женщина сидящая вот там вот на всю жизнь запомнила справа она сказала Боренко Чистосибирская ты на нас не обижайся. Мы-то свое уже прожили но мы хотим чтобы выжили наши дети и внуки. А если у нас раз за разом отключает отопление электроэнергетов в Красноярск то при наших морозах долго ли мы протянем? Вот какие бомбы. Я сейчас рассуждаю чисто гипотетически. Но попробует пусть юрист оспорить правоту моей логики и моего рассуждения создается опаснейший прецедент по поводу референдума в Крыму.